Продолжение следует... Заслона забить для него не проблема. Айзерис! Который чаще выходит именно со скамейки. Свечом Барфорд и очень мягко. А вот Акунперсел принял участие в 9 матчах. И 5 раз только начинал старт. Не было варианта отдачи к Джордану Моргану. И даже не стал занимать позицию. Оставили Барфорду пространство через Станислава Ильницкого. И уже 8 очков от Джейлина Барфорда за 2 минуты. Барфорд с Ильницким играли вместе. Это важно. В общем-то... Он достаточно хорош. Платунов! 5 секунд. Заслон Елатонцева. И Биджей Джонсон на перехвате. Это будут легкие 2 очка от Ричарда Соломона. Мартюку. Ильницкий уже 2 замечания постарается. Я думаю, сейчас чисто отобороняться. И Мартюк тут разобрался в центр. Очень здорово. 6 секунд на атаку. Риз идет сам. И отдает все-таки мяч на Абдул Бассирова. 2 секунды надо бросать. Биджей Джонсон! Первый фулк для Риза. Черменев. И какая классная передача. Легчайшие 2 очка. Там был размен. Александр наоборот. Флойд стартой пятерки. Является одним из лидеров Парма. Уже не первый сезон. Платунов какой качественный лифт. Очередной высокий заслон. И не меняется локомотив Кубань в защите. А вот и Руслан Абдул Бассиров. Играет уже не первый матч. Щербенев с дальней дистанции. Может быть в этом сезоне. Может быть совсем скоро. Там окажется Биджей Джонсон. Смещается под свой излюбленный средний. 12 номер Парме. Морган. Через Александра Щербенева. Ведищев просит заслон. Квитковских провалился. Но накрывает его Ричард Соло. Чебуркину предложил вернуться в классику. На что Дмитрий согласился. И теперь выступает в Единой Риге МТВ. Джайлен Барфор. Встречает его Морган. Тот ищет вариант. Убилу у нас. Булбасирь плотно работает. Теряет равновесие. Ой-ой-ой. Теряет равновесие Барфор. И Ричард Соло. Вернулся. Помог. Бутунов. И Биджей Джонсон. Ну а Парма отправится в нижний. Планирован на 10 декабря. Биджей Джонсон. Плюс 7 уже делает для прямяков максимальное. И контактом. Но оказывается не точно. Карвайт. Не стесняется пробовать. И еще и еще. Команда. У которого я напомню все-таки 3 персональных замечания. 2 секунды. Биджей Джонсон. Какие же эффектные средние броски от него. Вай. В угол на Барфор. Тот как раз Джонсона воздух поднимает. И заваливает свою третью трешку уже сегодня. Выстреливает. Но пока я думаю смело можно говорить о дуэли. Джонсон против Барфорда. И они друг против друга защищаются. Не. Зашли в корзину. Полторы минуты. Барфорт на Муртюка. Какая передача. И Алиуп теперь в третьей четверти. Рис защищается. Защищался против Емченко. Теперь переключился на Узинского. На весна Емченко и Муртюк. Перевод перед собой. Атака под сирену. Но не точно она получается. И полетел Джерен Барфорт. Не успеет. Абдул Басиров. Эти два очка. Но в любом случае. Были бы защиты. Готин Кубань вырывается вперед. Платунов. Еще одна пауза. Передача. Ричард Соломон. Не забил. Но. Рис двоечку сыграл. И в левую сторону. Тут Барфорт поздновато выходил. Чемпионат Великобритании как раз в единую лигу. Приходил. Но. Собарь Сергея Базаревича не став все-таки одним из лидеров. Очень серьезно. Локомотив сегодня зависит. Рис. Скидка. Платунов на лидерство. Полметра на дугину. Александр это не смущает. И Молот аплодирует. Конечно своему капитану. Его очередной промах. Хайзерис. Меняет направление движения. Там Мартюк выходил. Помочь. Соломон не достала. Биджей Джонсон оказался в нужное время в нужном месте. Бресен предлагает локомотив Кубань. Но Парма справляется. Платунов еще. Одна открытая трешка. И вновь Парма вырывается на плюс 7. Мобилен в защите. Барфорт. Три после заслона сразу только на переднюю дожку. И быстрый прорыв. Ричард Соломон. Против Барфорта. Но тут все для него очень легко. И никто не помог. И его лучший результат. Кстати говоря был 20 очков против ЦСКА. Поэтому сегодня у Джейлина Барфорта рекорд сезона. Локомотив Кубань на подборе. Квитковских. Легкие два очка. Джонсон под кольцо. Накрывает его Антон Квитковских. И только процентов. При том что трижды практически за игру. Отправляется на эту самую линию. Ноль из двух. Квитковских зато забирает подбор. Поднимает. Квитковских. Пытается обыграть Джонсона один в один. И прорывается в правую сторону. Квитковских меньше играет чем в прошлом сегодня. И Латонцев. Чербинев. Вывели в угол Захара Ведищева. Но здесь Захар Ведищев тут под давлением. Американец Ведищев неплохо помогает. Джонсон прорывается. Мажет. И легчайшие два для Ричарда Соломона. Первыми оказываются баскетболисты Локомотива Кубани. Барфорд в угол. Щербинев в лицевую. Скидка. И два очка Кирилла и Латонца. Еще раз напомню, что Локомотив сегодняшнюю встречу проводит без Девона. Акун Перселла и Влада Близнюка. Смотрите. Обязательно. Очень интересное противостояние. Сверхмотивированный нижний. С Филиппом Гафуровым уже. Ну и Акара Уайт тем временем. И вслед за трешкой Уайта. Вот теперь еще и нападение получает Локомотив Кубань. Емченко набирает два очка сразу. Тайм-аут Евгения Пашутина. За непосредственно скамейкой запасных. Пармы. А здесь Алиуп. Как здорово. Пермики разбивают этот прессинг. Это работает в очередной раз. Потому что Локомотив в тыловой зоне остается малым количеством баскетболистов. Биджей Джонсон против Муртюка. Два плюс один. Вновь в игре. Сегодня еще раз напомню. Время лимитировано из-за четырех фоллов. Риз. Идет в правую сторону. И еще два очка набирает. В сторону игрока, поставившего заслон. Пошел. Теперь вновь обыгрался с Акара Уайтом. Против него Биджей Джонсон. Развернулся в лицевую. Пропустили. Очень легко Акара Уайта. Минус пять. И еще четырнадцатую парму будет на нападение. Полетел Айзерис. Накрывает его Мартюк. Но вторым темпом Абдулбассиров. Против него Абдулбассиров, который, в принципе, и на периметре может защищаться. Но давайте посмотрим. Против лидера Локомотива. Шесть секунд. Барфард. Со средней после остановки. Очень уверен. Лучший результат этого сезона. Единой лиги для американского защитника. Абдулбассиров. Еще одну передачу получает. Только Александр Шеребенев, который сейчас вышел из-под заслона. И еще Джейль на Барфарда. Или не его, Мартюка, которого забывают под кольцом. Много концентрации на Барфарде, безусловно. Дальше Акара Уайту. Ноль из пяти, по-моему, ноль из шести даже у Би-Джей Джонсона в этой дистанции. Но все равно пытается сегодня таким образом набрать очки. Мартюк со средней еще травм. Сравнять и ликвидировать. По большому счету отставание. Рис против Мартюка наверху. Три секунды. Идет под кольцо. И выводит свою команду вперед. Тоже сочетание. 13,8 секунды. Под кого? Под Мартюка. И перехват. Перехват Пармы Азерис. Если что, не будет фала? И Ричард Соломо на Ильницкого. Это точка. Это точка в матче. Локомотив Кубань мяч упускает.